Доброго времени суток, друзья! В студии Анна Троян, а это телегид, ваш личный путеводитель по эфирному пространству ЛРТ. На этой неделе следим за развитием линий судеб и разряжаем осеннюю хандру отличными лентами. А что ждет вас еще, узнаете из нашего обзора. Кто такой таинственный красавчик-грач, наверняка вы уже узнали. На этой неделе продолжаем следить за его особенными расследованиями. Благодаря травме полицейский Грачев видит давно погибших жертв нерасследованных преступлений. От духов он получает новые сведения, которые помогают ему раскрыть давно забытые дела. Куда приведет сверхъестественный дар майора, смотрите по будням в 11.00 и 18.30. Ну а в этот четверг, уважаемые зрители, вам предстоит свидание вслепую. Весечак Дэнни нравится всем. У него много друзей и, кажется, ничто не может помешать его счастью, если бы не одно но. У парня очень слабое зрение. Для того, чтобы решить эту проблему, он подписывает весьма рискованный контракт с одной из клиник. Там он влюбляется в красавицу-медсестру Лизу, которая, увы, помолвлена с другим мужчиной. Что предпримет наш герой? Смотрите на ЛРТ 29 сентября в 20.45. Прости, прости, ты можешь пройти в банную комнату. Ничего, ничего, это платье моей подруги. В последний раз драма с нотками комедии ждет вас в завершении рабочей недели. Главный герой картины – успешный бизнесмен и акула бизнеса. Себе в помощники он берет молодого и старательного парнишку, а тем временем сам безумно влюбляется в его невесту. И это с ног до головы меняет жизнь большого босса. Теперь не успех, а чувство. Для него самое главное. Что из этого выйдет, увидим в пятницу 20.45. Ничего не срабатывает. Это не так. Тогда где же твои сделки? Хорошо, мистер номер один, что посоветуете? А эти выходные ЛРТ предлагает провести в Париже. Начало 20-го столетия. Трое безработных артистов решают силой вернуть себе концертный зал, где они когда-то выступали. Но, как оказалось, публика уже не та. Все в преддверии назревающей войны. Избитые номера и заезженные шутки уже не взывают овации зала. И тогда трупа решается на неожиданный шаг. Они дают шанс спеть молодой красавице свою песенку «Париж, Париж». Подробности увидим в субботу в 15.15. В течение недели в Люберецком районе было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. А эти выходные явно будут нескучными. Ведь в субботу вас ждет незабываемое знакомство с необычным дедом 005. Гений разведки Олег Степанович, полковник в отставке, тоскует без работы, коротая дни у телевизора. А в это время его внук попадает в сложную романтическую авантюру. Дед летит к нему в Ереван, где затевает операцию по решению любовных проблем. Причем методы русского чекиста иногда шокируют окружающих. Поможет ли в итоге супердедушка своему внуку? Узнаем 1 октября 20.30. Воскресенье готовьтесь. Вас ждет незабываемое знакомство с опасным домом Хемингуэем. Главный герой – виртуозный взломщик сейфов, отличающийся веселым нравом и цинизмом. Но при этом представляющий реальную угрозу. Проведя 12 лет в тюрьме и выйдя на свободу, он намерен востребовать должок, который причитается ему за то, что он держал язык за зубами. Ленту смотрим 2 октября в 20.30. Уверяю, такого Джудалова вы еще не видели. Голосам своим не верю. На этом у меня все. Чтобы знать о нашем телеканале больше, предлагаю постоянно заходить на официальный сайт Люберецкого районного телевидения www.lrt.tv Смотрите нас, и все обязательно получится. С вами была Анна Троян. До встречи в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова